В первую очередь нам нужны данные. Самый простой способ найти какие-то данные для тренировок – это сайт Федеральной службы государственной статистики. Они там есть много по каким вопросам в виде Excel-овских табличек, и это официальный источник. Вы даже тренируясь, можете познакомиться с тем, как данные представлены. В данном случае, так как мы делаем карту, мне нужны данные с разбивкой по субъектам регионов. И вот я взяла такой интересный показатель, как медианная зарплата по регионам. И мы сейчас из скачанной таблицы возьмем какой-нибудь один показатель. Возьмем 2021 год. Удалим то, что нам данные, которые нам не нужны. Нас интересует субъект Российской Федерации и медианная зарплата в 2021 году. Обязательно оставляйте заголовки. Они понадобятся потом для подписей. Обобщающие совокупные строки мы убираем, потому что у нас карта не по округам, а по конкретным регионам. Дальше чистим написание. Вот убираем что-то типа в том числе, там вот где у нас есть автономные округа. Они входят внутрь какого-то другого региона, поэтому мы оставляем тот показатель, который без округов. Убираем всякие буковки Г, оставляем. Москва, также будет Санкт-Петербург. Убираем это и чистим, чтобы было написание. Автономный округ расшифровываем, потому что иначе наш сервис для построения карт не поймет, к какому региону относить эти данные. То есть мы сохраняем только данные там, где есть области с автономными округами. Оставляем данные там, где написано Тюменская область без округов. И округ, который входит внутрь области, мы его публикуем как отдельный. Значит, в принципе, вот такая чистка написания. Ну и сервис нам еще потом подскажет, где он не разберется. Ну в целом мы подготовили данные. Теперь нам нужно скопировать эти ячейки и перейти в сервис DataWrapper. И здесь мы будем делать вот такую храплет-карту. Сначала нам нужно выбрать, какой тип. У нас есть Россия, Россия-регионы. Выбираем тип карты. Здесь внизу, вот внизу есть кнопка импорта. И сюда мы вклеиваем Ctrl-C, Ctrl-V. Вернее, Ctrl-V. Вклеиваем данные. Он нас спрашивает, где колонка с названиями. И вот здесь нам подсказывает, какие из написаний регионов он не понимает. Поэтому мы идем обратно в нашу таблицу. И те написания регионов, которые вот здесь вызвали затруднения у сервиса, мы просто в табличке меняем на те названия. Вот, например, тут наверняка тире нужно. Да, вот без тире он не понял, что это алания. Ну вот, подчистили. И еще раз из таблицы копируем уже почищенные данные в табличку. Какая колонка у нас с названия регионов. Вот это. Переходим дальше. Какая колонка с данными. Вот это обозначили для сервиса. И он начал магически жужжать шестеренками, чтобы нам карту эту сделать. Вот, собственно, разбивка по данным, по карте. Мы можем выбрать цветовую гамму. Здесь есть разные способы показа цвета. Насколько диапазон полутона, который мы закладываем. Ну, дальше теперь нам нужно описать, что это за карта. Откуда мы взяли данные. Поэтому у нас будет здесь заголовок. Заголовок надо поменьше. Под заголовок чистим всякие ненужные скобочки. Откуда мы взяли. Скопировали, как называется, служба. Отметили сюда ссылка на сам источник. То есть нам нужно не на страницу давать ссылку, а именно на блок данных. Поэтому правой клавишей скопировать адрес. Вклеиваем ссылочку. Кто баловался, надо написать свое имя. Что у нас дальше еще есть? Есть варианты показать цифры. То есть вот тут разметка цветом. Но можно еще сделать так, чтобы значения показывались прямо на самой карте. Но мне кажется, это слишком визуально грязно. Поэтому лучше выключить. А уже интерактивность будет показывать значения по региону. Ну что, вроде все. Следующий этап публиковать. Нажимаем большую кнопочку паблиш. Паблиш, паблиш, паблиш. И вот у нас получается ссылочка на нашу карту, которую мы можем расшаривать и показывать, какие клевые интерактивные карты мы научились делать. Вот, собственно, и все. Интерактивная карта готова. Продолжение следует...